так привет вот да они ушли и сегодня уже ровно две недели как я нахожусь в париже находиться здесь я буду довольно таки долго и за эти две недели очень много произошло это у меня состоится скоро нфт выставка кто знает напротив центра помпиду а nfc factory называется вот следующее я прошел все по галереям взял много визиток которые попросят мое портфолио кстати говоря здесь многие отозвали очень хорошо в творчестве очень многим зашли мои картины галереи где продают таких художников как анди орхол я показал свою работу типа вау чувак это круто давай вот начали следующего года просто трудничаем я такой волки хорошо я не нашел нормальный ракурс так что буду рассказывать вам так у меня всегда была мечта переехать во францию и попробовать здесь себя то есть даже пожить и в плане своего творчества реализовать себя попробовать давно это было как самого детства и я даже про это не задумывался долгое время и какой-то был момент что почувствовал что у меня уже пора то сейчас уже как бы время не можно попробовать вообще не сильно очень вдохновил фильм один про эйфеля там где устроил башню и я буквально за месяц подал на визу нашел где я буду сотрудничать во франции быстренько очень все сделал то есть что это виза проживание вместо работы то есть не не работают официально как бы так но проект здесь у меня есть и сейчас я подробнее про них расскажу вот собственно визу сделаю за месяц быстренько билеты а билет стул а я ехал до 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 варшавы я ехал вот с варшавы ехал в париж вот довольно-то до варшавы ехал 50 долларов с варшавы до парижа я дал 230 евро плюс у меня был перевес 2 килограмма блоги за 70 евро но это именно про привет не сложно было на границе даже простояла 8 часов я думаю просто и больше на польской границе вот и там уже доехал три дня побыл в варшаве и до парижа лететь из польши это вообще ерунда до 100 часа они они прилетели быстро покормили бутербродиками французскими сок попил уже вернулся хорошо шар заголь меня встретили я приехал сюда вот живу я в седьмом округе это прямо около этой эфелио башни это 700 800 метров для меня это вообще было но уже две недели я уже привык так можно сказать и чувствую себя и бы нормально так вот отвечаю на ваш вопрос почему я во франции это была одна из моих мечт которую я реализовал вот сейчас нахожусь здесь вдохновляюсь и работаю над собой и работа над своим творчеством вот то что на сейчас расскажу какие ближайшие мои проекты будут во франции первое что будет проходить тут скоро 30 ноября будет проходить nfc выставка будет выставлена одна моя работа а за 38 эфира это сейчас равняется около 4000 евро я вам покажу какая она анимирована анимирована с музыкой вот ссылка на мои и на все коллекции на все мои работы будут приобрести я оставлю в писании вот и 30 ноября в 16 в 6.30 будет верни сайт то есть открытие вот я приду думаю снять отдельное видео про это расскажу покажу что там как все принципе галерея очень круто вот ближайшие на все выставка следующая у меня начать сдачного года 23 будет выставка живописи то есть лист холстов вот я буду готовить сейчас уже новую партию новую картину о свистят уже выгоняют выгоняют с парка свистун я так он свистит и выгоняет что парк закрывается в принципе темнеет и все пока пока я еще доехал 20 минут и я побуду ровно 10 минут меняют что выгоняет лексимбургский сад вот вот дворец так вот будет картинка карте выставка картин начать следующего года тоже хорошем органе хорошее умещение будет даже несколько выставок начинаю я с одной и пошел пошел дальше по другим так что предложение типа много всех хорошо выгнали с парка все мы идем на выход даже сейчас я не знаю куда сходить так то есть есть нормально и рассказать вам что начнут темнеть и сесть его башни это банально принципе места очень много попусти к дому я думаю найду что-нибудь я вам покажу далеко вообще ходить не пришлось вот такой чудесный фонтан вот короче стоялся на таком мысли что здесь постоянно такая мы сказать бесконечная мэрики на осень и я сложена страна для тех кто склонен к каким-то депрессивным состоянием если на таком руслою три дня пролезал дома просто спал меньше не хотелось хотя найти типа ты находишься в париже но ты находишься дома три дня и это очень странно то есть такой депрессутки маленькая была сейчас он даже вышел и взял бы нормальные все чувства главное дать себя в руки да и выйти с этого ну здесь вообще такой плен был дожди и все остальное можно сейчас поймать на такой депрессии если тебе ничего не хочется сделать хотя сделал очень дофигант очень еще город правда красивый мне нравится даже сейчас как и новогоднее настроение и начинает все украшать и бренды которые ловитонские гуще начинают такую гонку между собой и у кого как бы лучше прикольней будет украшена ветвина и происходят такие гонки здесь можно ходить просто наблюдаст и гайфовать как они это делают на самом деле это очень классно или сельских полях там украшены витрины и торговом центре там в одном есть вообще активно вообще где я был снова витрины самое лучшее мне нравится вот и сам лоран просто минималистично ничего нет ничего не отвлекает товар и все привод к примеру новогодняя такое армании это здесь мебель от армании и заказ витрина круто очень классно у меня получается кто-то мини-бложек да и я все еще ищу спокойное место где можно с ней спокойно и с вами поговорить рассказать вот нашел более-менее мужик не знаю сыт ибо прячется там от колода не пойду дальше так но по идее все испарите фербаш смотрится как какая-то электростанция да ну я не знаю мне так напоминает вот я тут присел и могу с вами поговорить и так это все выставка будет 30 числа я вам говорю сам заветро единственное адекватное место на что нашел сейчас поблизости да так вот присел сижу на сумке а лу виттон да вот в париже и рассказываю вам про то как я тут нахожусь собственно вот рассказал вам правильно все выставку будут этого ноября нашли меня не они сами я их сам нашел пригла предложил и не согласились следующее в начале года будет выставка картин моих не нужно будущее сделать пока что помещение есть но можно как бы выбирать из них следующее чтобы что-то делать такие проекты это работа с брендом скажу не скажу не скажу с каким а то что автомобильный бренд и под вопросом еще не несколько брендов одежды собственно вот и вот подписывайся на мой инстаграм телеграм-канал и все будет в описании инста телега что еще ну тик ток есть да ну там не снимают про париж и что еще а и на моя еще на секрекция в описании так что вы что смог сделать для недели это найти высоту для nfc свои вы для картин и поработать все на те и бренды две недели как бы но времени еще до хера а я уже такое сделал принципе смотрю что будет дальше а ты снеги за моими роликами подписывайся на мой инстаграм смотри что я делаю как я развиваюсь проходи мой путь вместе со мной она завершаю свое видео как бы все что нужно было рассказал ты что считал нужным я рассказал я сейчас иду домой мне сел сел мой мопед по названию скутер хочу есть еще идет дождь и здесь у нас коробки вот и нашли новые ролики подписывайся на меня я вас всех обнял при обнял зарядил всех вас своей энергией сильной вот так что не бойтесь все будет хорошо делайте то что вам нравится я вам тому пример смотрите на меня если не верите то будет у вас все хорошо представляете я уже даже привык что дужу две недели я провыкаю и все вот смотрите я иду домой что по дороге муская улочка башенка люди и мусор красивые и некрасивые магазины пахнет булочками бары автобусы закрытые магазины чайные магазины бутики такие вот собственно вот такие дела и вот я пришел я сижу вау 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 что задет все у тебя всем рад что после этого видео буду ставаться сами на связи будьте со мной подписывайтесь ставьте лайки а я пошел сушиться да и все что хочется сказать приехал сюда не я не сам по своему желанию а привело мое творчество то чем я занимаюсь за собой то есть мои картины мои тузы мои работы повели меня сюда вот как бы это все было спонтанно и я этому доволен потому что будет этого дальше вы пишите мне в комментариях что вам интересно что вам показать что рассказать что вам снимать по каком форма больше нравится что у меня форма только такой я хожу с вами рассказываю делюсь вообще принципе какой покой есть еще от вас не скрываю все рассказываю вот кайфу занимаюсь творчеством ем немножко выпиваю и сплю отдыхаю и гуляю